Привет всем, с вами Юрий Дмитрий Ророшенко. Сегодня поговорим об налоговом вычете при покупке жилья. Это специальный вид налогового вычета, имущественный называется. Он актуален при покупке квартиры, дома и замедленного участка для строительства гражданином. Также может быть возвращена часть потраченных денег в пределах уплаченных налога на доходы физических лиц. Это прописано в статье 220 Налоговый кодекс, актуально как для граждан Российской Федерации, так и для иностранных граждан. За что его можно получить? Это приобретение строительства жилья, то есть квартира, частный дом, комната, доля. Приобретение земельного участка, как жилым доном, так и для его строительства. Расходы по уплате процентов, по целевым кредитам, то есть это ипотечный кредит на строительство или приобретение жилья. Расходы на приобретение жилья могут включаться как расходы на ремонт, так и на делочные материалы. Кто может его получить? Его может получить, значит, этот имущественный вычет, то есть вычет на при покупке квартиры, но нужно соблюсти несколько условий. Это быть налоговым резидентом Российской Федерации и платить НДФЛ. Купить недвижимость на территории России, заплатить за жилье, то есть своими деньгами или взять ипотеку. Жилье уже находится в собственности, есть приемы-передачи и для, это касаемо для новостройки. Также жилье должно быть куплено не у родственников. Это тоже очень важно, потому что тогда не платится налог. Потому что у нас 13% не платится в связи с тем, что между родственниками, то есть дети, супруги, родители. Сколько можно получить денег от государства? На одного человека есть лимит, это 260 тысяч рублей, то есть 13% с 2 миллионов рублей, которые потрачены на покупку жилья. Если недвижимость дороже, то налог возврату составит 260 тысяч рублей. Это потолок. Если жилье дешевле, то вы можете рассчитать его в пределах данного лимита, то есть 13% с 2 миллионов. То есть меньше 2 миллионов, значит будет меньше 260 тысяч. Если супруги покупают недвижимость совместно, на это стоит, ну и она стоит больше 2 миллионов рублей, они оба могут получить налоговый вычет, но не более чем с 2 миллионов рублей каждый. Это тоже очень хотел бы на это обратить внимание. То есть если супруги покупают недвижимость совместно, то есть как в долевую. Проценты по ипотеке при этом не учитываются и расходы на ремонт, отделку могут учитываться. Значит как быть с процентами по ипотеке? Если вычет по ним, но для него существует отдельный лимит, это 3 миллиона рублей. По процентам также можно получить 13%, то есть 390 тысяч рублей. Вычет по процентам за ипотеку можно получить только с одного объекта. Теперь какие же нужны документы? Это декларация 3 НДФЛ, то есть по определенной форме. Там сейчас есть небольшие изменения, но тем не менее, в принципе ее можно заполнить как самостоятельно, так и с помощью специалиста. Есть фактические образцы, можно найти. Свидетельство о праве собственности, выписка из единого реестра, паспорт, договор о прибытии недвижимости и акт ее передачи, касаемо новостройки. Платежные документы, квитанции, банковские выписки, товарные чеки и т.д. Если мы говорим про ремонт, отделочные работы. Справка 2 НДФЛ, если подаете декларацию. Заявление о распределении вычется между супругами, если купили квартиру в браке и заявление на возврат налогов. В принципе все достаточно просто. Главное заполнить вот эту форму 3 НДФЛ, чтобы она была без ошибок. Если убрали квартиру и ипотеку и хотели получить налоговый вычет по процентам, нужно предоставить копию кредитного договора или справку выплаченных процентов. Можно также получить вычет только в налоговой. Как в налоговой, так и у работодателя. Об этом я уже говорил, но здесь будет зависеть от вашей зарплаты, то есть не будет удерживаться налог на охота 13% до исчерпания данного вычета. В принципе тоже все просто. Если вы рефинансировали ипотечный кредит, вы можете получить вычет по процентам, как по первоначальному, так и по новому кредиту. Вот такая вот информация. Все достаточно просто, актуально, как я уже сказал, для резидентов РФ, так и для граждан Российской Федерации, то есть иностранных граждан резидентов и также для граждан Российской Федерации. Поэтому обращайтесь в налоговую либо через работодателя для того, чтобы получить вот этот налоговый вычет при покупке квартиры, доли, комнаты, земельного участка и так далее, но и недвижимость. В принципе достаточно существенная сумма, которая позволит хотя бы первоначально, скажем так, нести ее на, например, на ремонт. Спасибо, что посмотрели данное видео. Успехов вам! Всего доброго!